Добрый вечер, мои телезрители, и добро пожаловать снова на мой канал. Надеюсь, сбух нормально будет слышать. Мне когда-нибудь купить нормальную камеру и записывать нормальные видео. Я сегодня хотел бы опять вернуться к выборам, которые будут иметь место в России. Я прошу вас, идите на выборы. Не слушайте всех там Навальных, которые просят бойкотировать выборы. Отсутствие ваших голосов будет идти в поддержку правящей партии, потому что она пользуется, как это сказать, успехом. И все, кто за нее, они пойдут голосовать, они наберут подавляющее большинство голосов. Сегодня видео, в принципе, касается обращения одной девушки к правительству Российской Федерации. Не судите ее строго. Она высказала все, что она думает. И это вам решать, что потом вы будете делать. В какой стране вы будете жить. Вы будете жить в стране и, на самом деле, в державе. Надеюсь, что это будет держава, а не просто какая-то страна, которая хочет себя называть державой, но большая страна. Сейчас вы некоторые скажете, вот сам ты чего не голосуешь, сам на чужбине живешь. Я вам скажу, я пару лет назад хотел вернуться в Россию. Я был, как это сказать, полон духа, такого аж мотивации. Ну, по прибытии в Москву и по хождением по всяким инстанциям. Один только вопрос. А тебе что там, плохо, что ли? Вот это меня просто убило. Я, в принципе, давно уехал. Я не знаю законодательства российских. Просто надо было получать документы. Я просто задолбался и просто уехал обратно. Я понял, что там всем пофигу. А вот посмотрев эту девушку, которую вот сейчас я выставлю ряд после моей болтовни, я просто понял, что все-таки Россия непотерянная. Там есть люди, которые к чему-то стремятся, которые что-то хотят. Не только там шиковать в масле, а просто хотят жить. Вот послушайте то, что на ее обращение. И идите на выборы. Идите и голосуйте. Ни в коем случае не рвите бланки, а голосуйте. Отдавайте голоса. Взвесьте все за и против. И делайте ваш выбор. Всего доброго и пока. Всего хорошего. Здоровья и мудрости. Я камень ваш бросаю огород. В красивых галстуках тупые остолопы. За что вы так не любите народ, кормящий ваши праведные жопы? Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10-300. И нет уже надежды на Христа. Все чаще вспоминаю коммунистов. Учитель, врач, там гордость и почет. Передовик завода, честь и слава. И на курорты, в санатории каждый год страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу. Как мне жить? Я не лентяй, я гражданин России. Учу детей я родину любить. Но вот за что им объяснить не в силах. До пенсии отец мой не дожил. Кормил семью, не выдержал нагрузки. В пенсионный фонд всегда платил. Где его деньги? Детям хрен вам русский. А мама два инфаркта пережив. Детей учила нашей русской речи. В итоге кукиш с маслом получил. За что нас государство так калечит? Святой и голозадый наш народ. Сдаёт копейки детям на спасение. А батюшка на джипе нам поёт. Желает всем вселенского терпения. Дочурка хочет петь и танцевать. Учиться в школе на одни пятёрки. Но что ей мама-медик может дать? Раз в месяц мясо. Как же это горько. Могучая, великая страна. Ты непоколебимая держава. Так что же ты не ценишь ни хрена простых людей, создавших твою славу?